Девушки отдыхают Древние допотопные сооружения, конечно же, еще и не такие древние, какими их считают историки. Египетским пирамидам, Анкор-Вату, Парфенону, руинам Древнего Рима и других античных городов мира не тысячи, а всего лишь сотни лет. Хотя даже первые альтернативные исследователи, заметившие следы огромных циркулярных пил на мегалитических каменных блоках, а порою на стенах комплексов, вырезанных в целых скалах, не поняли истинной датировки и считали возраст древних сооружений мира по хронологической шкале, предложенной историками. Но исследования Носовского и Фоменко, позволившие создать целую новую хронологию мировой истории, расставили все на свои места. Об относительно недавнем времени строительства мегалитических объектов говорит степень их эрозии и общая хорошая сохранность. Можно даже заметить то, что многие каменные памятники якобы глубокой древности истерты и эрозированы меньше, чем некоторые ступени и блоки набережных Санкт-Петербурга, строительство которых датируется концом 18-го, началом 19-го веков. Всплеск находок следов различных типов механической обработки древних каменных сооружений мира пришелся на вторую половину 20-го века. Появились книги таких исследователей, как Эрик фон Дейникен, «Сумерки богов», «Страшный суд начался», «Доказательства существования богов». Подобные книги и сегодня являются фундаментом альтернативного взгляда на историю человечества. А в начале формирования этого взгляда исследователи в основном строили гипотезы палеоконтакта, то есть внеземного происхождения высоких технологий древности. Но сегодня по масштабу применения этих высоких технологий, охватывающих весь мир плотной сетью высокоорганизованных городов, становится ясно – это была земная цивилизация. Может быть, все было построено и с помощью неких пришельцев, но построено для землян, став технологическим достижением земной цивилизации. Которая тогда превосходила современную нам в разы. Но главными факторами, повлиявшими на ход прошлой цивилизации, стали войны и вызванные ими глобальные катастрофы. Понимание их реальности в прошлом и есть ключ к пониманию настоящей истории человечества. Наша цивилизация построена частью выживших в недавних потопах, которым удалось концентрировать власть и знания в своих руках. Подробнее о сути и датировках недавних глобальных катастроф в фильме «Тайна потопа раскрыта», что произошло в Америке. Официальная историческая наука, даже после публикации множества исследователей реального прошлого, показавших всему миру и следы механической обработки стотонных каменных блоков, и доказавших невозможность их перемещения силами полуголых рабов на те сотни километров от карьеров до мест строительства, на которых настаивают историки, так на этом настаивать и продолжает. Все мы помним картинки из учебников школьной истории, где тысячи рабов с бронзовыми кирками придают огромной каменной глыбе правильные геометрические формы. Эти же рабы с помощью полива водой, забитых в скалу деревянных кольев, откалывают тысячетонные ее части. Далее рабы, обвязав веревками, тянут по пустыне готовые блоки, вес которых соизмерим с весом современного пятиэтажного дома. Потом эти рабы вручную грузят эти блоки на какие-то деревянные лодки. А в общем, это картины не просто фантазии, а какие-то больные фантазии странных людей, написанные ими в кабинетах под воздействием как минимум чистого спирта. Конечно, прошлая цивилизация не строила все из филигранно вырубленных натуральных каменных блоков. Использовали тогда и множество разновидностей бетонных технологий. Но в качестве наполнителя применялся все тот же натуральный камень, измельчить который в таких объемах, как его использовали, можно было только в промышленных масштабах, где и речи о ручном труде идти не может. Но сегодня не о бетонных технологиях древности. О них я рассказал в фильме «Тайна философского камня». Сегодня о технологиях обработки натурального известняка, туфа, мрамора и гранита. Что же это за следы? Какую технику использовали наши предки? Их в экспедиции канала Ice Peak мы обнаружили под Севастополем. Что же это были за машины, которые разом вырезали и вынули из скалы куб размером 20-20 на 20 метров? Посмотрите сами, стены нижние имеют следов поэтапной, слой за слоем выработки породы. Ее вынули разом. Только под потолком, нечто похожее на современную технологию выпиливания блоков для строительства. Посмотрите на следы, оставленные на стенах каким-то механизмом. Это явно не циркулярная и не тросовая пила, коими сегодня часто режут камень в карьерах. Царапины идут в перпендикулярных направлениях. Очень похожи на следы горнопроходческого комбайна, у которого несколько режущих кромок, выполняющих поочередную работу. Это очень сложный технический агрегат, а по четкой геометрии выработки видно то, что ее сначала спроектировали, а затем исполнили в точности очень быстро и легко. Сегодня, по крайней мере, так камень для строительства не добывают. А может перед нами недостроенные подземные сооружения? От добытой породы вокруг даже следов нигде нет. С другой стороны этой скалы военные склады, устроенные внутри точно таких же ниш, закрытых металлическими воротами. Туда, как в тоннеле заезжают военные камазы. А вот опиленная гора неподалеку. Внутри нее настоящие дороги для грузовиков. Снаружи вообще непонятно, что творится внутри. Мы на Инкермане поднялись сейчас на вот этот балкончик и видим, что внутри горы. В прошлый раз нам это сделать не получилось, здесь были собаки. Прошлая экспедиция. А вот теперь мы вышли и действительно видим, что гора внутри полая. По этой дороге ездят камазы. И добыча камня сейчас происходит внутри этой горы действительно. Таких вот штолен в соседних горах очень много. Стоят ворота, оттуда выезжают тоже камазы, военная техника. Используются они под склады. В них ведутся разработки. То есть, вот все мы видим своими глазами. Что это? Как избавиться от боли в суставах, гипертонии, от сердечно-сосудистых и других хронических болезней? В этом вам поможет катушка Мишина. Прибор разработан в России и активно используется в клиниках Великобритании, Германии, Израиля. Действие основано на влиянии электромагнитных полей на болезнетворные структуры. Подробности под видео. Пользуйтесь катушками только проверенных производителей. Фирма Альт Энерджи. Какова же датировка строительства этих инкерманских штолен близ Севастополя? Здесь опилены целые известковые горы, как, например, эта, на вершине которой находятся руины крепости Каламита. А в пещерных помещениях сбоку расположен монастырь. Эта гора зарисована с выпилами ровной геометрической формы и огромных размеров на картинах и гравюрах, начиная с конца 18 века. Конечно, во второй половине 19 века и в 20-м здесь добывали известняк для строительства домов в Севастополе. Но добывали уже в давно существующих карьерах. Кто и чем опилил целые горы, пусть даже в 18-м начале 19-го веков? Хотя на картинах и гравюрах в 18-м веке гора с выпилом уже поросла кустами. А может эти инкерманские карьеры ровесники Баальбека очень похожи на то, что их разработки велись античной цивилизацией по всему миру и велись аналогичными способами с использованием горнопроходческой техники. Какими же были античные машины, которыми опиливали не только целые горы, но и прорезали тоннели под континентами? Наша цивилизация в конце 19-го начале 20-го веков, тогда, когда еще не научились делать горнопроходческие комбайны, вовсю использовала античные тоннели. Использовала для устройства городских метрополитенов, которые при движении транспорта того времени просто были не нужны для того, чтобы их строить специально, разгружая движущиеся несколько сотен автомобилей на весь Лондон в начале 20-го века. Многие исследователи предполагают то, что технологии прошлого были совершенно иными, чем современные. Что касается энергетики, да. В недавнем фильме «Найдены следы неугасимого источника энергии» я показал следы применения источника, обогревающего многоэтажные термосиде размером с обычную свечу. Но все же следы от механизмов, выпиливающих каменные сооружения, похожи на современные. Значит, машины все-таки были. Их изображения дошли до нас благодаря тем, кто с копьями и луками кочевал вокруг карьеров, наблюдая за работой древней горнопроходческой техники. Они же изобразили эти машины в своих поделках, как фантастических животных. Многие зрители искренне удивляются, как так может быть. Одни летают на вейманах и пилят горы, а другие рядом бегают с луками. Но удивляться тут нечему. Посмотрите на наш мир. Миллиард из всего населения Земли практически с копьями бегают и у нас. Многие из них даже одежду продолжают шить из пальмовых листьев и молятся на пролетающие над ними самолеты. Так почему же строительную технику, которая должна быть огромных размеров, не находят археологи? Снова удивительного в этом ничего нет. Судя по уровню строительства античных городов, в них должна быть масса предметов из дерева и металла. Но после археологов, ограждающих на время районы раскопа, остаются только сложенные в подобие строений каменные детали. Вот античные термы в Сиде. Все только один камень. Но вот следы явно металлической или деревянной двери. Где же сама дверь, окна, мебель, светильники, краны? Трубы керамические есть. А где же запорная арматура? Хотя и оставшийся камень показывает нам четко уровень прошлых технологий. Вот явное просверленное отверстие в блоках египетских пирамид. Причем сверлом сменного диаметра. Для сверления гранита нужна скорость вращения инструмента в несколько тысяч оборотов в минуту. Ее не добьешься вручную или с помощью тягловых животных. Да и сам инструмент должен быть явно не бронзовым. Но откуда же сталь в этом бронзовом веке, коим датируют египетские пирамиды официальные историки? Храмы Индии, вырезанные из целой скалы, вообще шедевр. Шедевр технологий, недоступных даже сегодня. Явная механическая резьба и шлифовка. Но на первом этапе скала обработана каким-то более грубым, но все же механическим способом. То же самое мы видели на недоделанных колоннах в турецком Сиде. Натуральный мрамор обрабатывали в два этапа. Сначала грубой машинкой постучали, а потом выпилили, обозначили борзды. Явно это следы не бронзового зубила. Конечно, может быть и такое, что индийские сооружения, вырезанные в скале, вырезались в размягченном камне. Тогда можно допустить и элементы применения ручной художественной работы по этому размягченному камню. Но как размягчить целые участки скалы? Мы с вами еще даже это не представляем. В Инкермане и Баальбеке все более просто. Работали механические и режущие инструменты. На некоторых фотографиях со следами механической обработки можно замерить шаг в несколько сантиметров и диаметр пилы. Здесь он более 10 метров. А вот и памятник древним строителям. Они выглядят как космонавты, стоящие на вершине мексиканской пирамиды утренней звезды, а в руках у них перфораторы. Несмотря на тотальное сокрытие информации о находках множества различных механизмов, оружия и даже летательных аппаратов древности, иногда кое-что и просачивается. Есть множество свидетельств о том, что в штольнях под Севастополем до сих пор работают те самые античные машины, у которых только заменили привод на современные двигатели внутреннего сгорания. Есть информация и о находке трактора с правым двигателем, на котором стояла дата его производства в 1762 году. Но верить всему этому или нет вопрос отдельный для каждого из нас. А вот верить ли всемирно известному археологу Бреду Штайгеру, написавшему в своей книге «Заговор радуги» о находке нескольких единиц тяжелой допотопной горнопроходческой техники в 90-е годы 20 века, этот гигантский артефакт нашли глубоко под землей в США. Существует даже вот такая его фотография. Рядом нашли еще 5 или 6 подобных механизмов. Правдивость информации, изложенной Штайгером, косвенно подтверждает и гонения, направленные на него после публикации этой книги, направленные научным сообществом, которое выразило недоумение тем, что ученый не имел права публиковать данные археологических открытий. Вопрос только один. Археология – наука, в общем-то, публичная. Что значит «не имел права публиковать»? Он что, давал какую-то подписку о неразглашении? Штайгер также пишет о том, что на поверхности механизма были нанесены непонятные знаки, похожие на иероглифы. В общем, как бы ни было, информационный след о находках образцов допотопных механизмов становится все отчетливее. Может быть, в ближайшее время мы с вами и увидим что-то посерьезнее, чем эта фотография. Как думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях под этим фильмом. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал iSpeak.